По поступившей информации в Народный совет Луганской Народной Республики, по достоверной информации, сейчас украинскими силовиками готовится очередная провокация в таких населенных пунктах, как Станица Луганская и Нижняя Ореховая. В чем суть этой провокации? Сейчас военнослужащие Украины переодеваются в форму нашей народной милиции. И там же также стоит техника без опознавательных знаков. Для чего они это делают? Я думаю, что ситуация, которую вы знаете, что произошло в Мариуполе, это было по мирному населению, нанесли атаки. То же самое планируется и в этих населенных пунктах, о которых я сейчас это озвучил. Для того, чтобы предотвратить данную провокацию, первое, мы сейчас публично об этом заявляем, то, что это будет провокация со стороны военнослужащих Украины, их батальонов. Это первое. Второе, мы считаем, что это прежде всего тесно связано с тем решением, как они называют, СНБО Украины по поводу введения военно-гражданских комендатур в зоне антинародной террористической операции, то есть в зоне АТО. Поэтому мы сегодня озвучили то, что планируются эти провокации, чтобы это озвучивание было не просто словами, а также мы это подкрепляем тем, что мы обращаемся к АБСЕ, не допустить данного плана теракт. Это можно будет называть терактами, то, что я же говорю, как на примере Мариуполя. Но чтобы это не произошло в станице Луганской и Нижней Ольховой. То есть мы сегодня делаем это публично, чтобы не допустить тех жертв, которые могут произойти среди мирного населения. И это может привести к тому, что начнут обстрел мирных жителей якобы от лица, как они называют нашу народную милицию, ополченцев. Чтобы не допустить этого, я же говорю, есть эта проверенная информация, поэтому мы ее и озвучиваем.